Микс Ньюс Мы поговорим, наверное, и о политике, и об искусстве, тем более, что наш сегодняшний гость, который будет у нас по Зуму, наверное, сочетает, ну вот он себя пробует во всех сферах деятельности, мы обо всем об этом поговорим. У нас на прямой связи скульптор, художник, ассоциированный профессор Латвийской Академии Художеств Айгор Сбикше. Здравствуйте, доброе утро. Да, доброе утро, доброе утро. Может быть, начнем с вчерашней акции, которая была возле, на Домской площади, возле, неподалеку от здания Сейма, стена непонимания. Вот эта акция, которая проводилась, это был художественный перформанс, поскольку люди приносили с собой кирпичи, или политическая акция? Это мой вопрос, я бы сказал. Ну, я думаю, да, 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 я думаю, что человек воспринимает мир как-то, ну, в целом. И трудно, в таких случаях трудно разделить, что в этой коммуникации политика, и что это, или искусство, или, ну, как какой-то разговор. В принципе, это коммуникации о какой-то проблеме, и, ну, конечно, если художники делают какой-то акт, ну, они не могут иначе делать. Они делают, они коммуницируют не только языком, но и какими-то семиотическими символами. Как вчера, кирпич, кирпич всё-таки очень, ну, такой вместительный символ. И для, и с кирпичем можно и дом построить, и кому-то бросить. И это, как им воспользоваться? Да, я понимаю, что многие вот пришли на эту акцию с кирпичами разного цвета, из которого строили стену, показывая вот стену недопонимания. И эта акция была, планировалась как протест против изменений в уплате налогов с авторских гонораров. То есть, сейчас собирается наше правительство ликвидировать налоговый режим, специальный налоговый режим авторских гонораров. Вот что это значит для вас? Вот почему это так важно было для тех людей, которые пришли протестовать против этого? Ну, в принципе, я думаю, что это проблема в том, что правительство не понимает, что в обществе делает художник. Потому что он же не только создает материальные ценности, которые, ну, наше общество, оно, в принципе, ну, как бы капиталистическое. И очень важно всех людей заталкивать в этот круг оборота всего. И денег, и материальных ценностей. И очень важно, чтобы все мы, ну, быстро, ну, этот процесс делали. И художники, наверное, они все-таки не затянуты столько, потому что художник работает в мастерской, он делает выставку. Может, он не думает, что это сразу продастся, или это не процесс создавания незамедлительного... Товара какого-то. Да. Это все-таки идея. Идея того, что что-то развивается. Какие-то идеи не сразу идут на экономическое пользование. И в других странах, например, вот в Ирландии, есть закон, который художники вообще от налогов освобождены до того, если они меньше, чем 50 тысяч зарабатывают своим искусством в год, они не платят налогов. В России, кстати, 13% платит художник от гонорара, и 40% не облагается. И так и в многих государствах в Европе это нормальная практика, потому что если смотреть от позиции такого рационализма, то смотреть как на бизнес, на художественную работу, это очень рискованный бизнес. Если художник работает, пишет картины, или то, что это будет продаваться, это никто не гарантирует. Это может продаться через 15 лет, через 20 лет, или не знаю, как... Или вообще не продаться. Мы все помним Ван Гога, который при жизни сумел продать только одну картину. То есть его картины просто не покупали, если бы не помощь брата, он бы умер от голода. Вот очень хороший пример, очень хороший пример. И подумайте, если в это время его как-то толкали к тому, чтобы ему надо все продать и сразу заплатить социальный налог или какой-то налог, не было, может быть, и такого художника, потому что ему помогал брат, содержал его. И я знаю очень много художников, что семья поддерживает, потому что у них есть какие-то идеалы, они хотят что-то сделать, у них есть какие-то идеи, на что они заинтересованы работать. И не сразу это идет в экономию. Это такой процесс, который нельзя сразу загнать в этот белочий круг. И я думаю, что самая главная проблема, что наше правительство не думает о таких процессах в обществе. Конечно, они хотят хорошие дела, они хотят, чтобы все быстро покупали, все быстро продавали, все что-то создавали экономическое. И понятно, с одной стороны это правильно, но не хлебом единым жив человек. Это очень важно, какая в обществе атмосфера, как ощущение то, что в обществе есть люди, которые создают какие-то новые идеи, новые ценности. Это тоже очень, я думаю, важно для такого сильного общества, которое полноценно и полнокровно живет. Было бы очень скучно жить в мире или в городе, где ничего не произойдет, нет выставок, нет театров, нет концертов. Или, конечно, они не будут так, что нет. Просто будет труднее этим заниматься. И это очень, я думаю, большая проблема. Я думаю, почему ирландцы, почему другие страны делают законы, чтобы было легче художнику заниматься своей работой. Потому что, не потому, чтобы как-то унижать остальных других, которые тоже работают. Это все-таки потому, что эта профессия нелегка. Художник работает один, он вкладывает, когда он выходит в мастерскую, и он зажигает свет, он платит за аренду в мастерской. И тогда, когда эта работа готова, через, не знаю, год, он ее продает, и тогда сразу государство появляется и говорит, так, сейчас будете платить налог как не с оборота, да, с оборота, это получается с оборота. Это никто так не делает. Если у вас есть фирма, да, вы же показываете все свои, ну, те, что вы потратили на свою деятельность, что у вас есть затраты, и потом то, что есть получено как прибыль, с этого берется налог, да. Это нормальный процесс. А тут будет так, что ты вкладывал, 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 у тебя брат давал деньги, чтобы ты мог работать, вот, а потом ты что-то продал, наконец, Ван Гог продал, и все, большая часть идет на налог. На плату налогов. Да, но ведь это касается, я понимаю, не только художников, есть и композиторы, которые точно так же сочиняют музыку, и там тоже это занимает огромный долгий процесс. Это может быть писатель, который там может пять лет писать свой роман, ему нужно тоже на что-то жить, и неизвестно, этот роман будет ли очень-очень востребован, может быть, это гениальная книга. То есть это, я понимаю, касается всех, кто занимается, ну вот, тем, что называется творчество, да? Да, да, конечно. Я художник, может, неправильно пользую это слово сейчас, но это, конечно, это творческие люди, которые занимаются творчеством, и которые работают в основном одни, и которые, да, которые вкладывают в свою работу очень много и средств, и времени, и, в принципе, ну, тогда, когда появляется что-то, за что они получают деньги, это неправильно оставлять без, ну, в таком же порядке, как, я не знаю, если бы ты нашел алмаз в поле и побежал продавать на базар, да? Да, ну, скажите, а что сейчас будет? То есть, если, например, все-таки не прислушаются к голосу протестующих, получается, что тогда вас приравняют, то есть этот специальный будет режим, налоговый режим отменен на авторские гонорары, и что тогда? Как в худшем ситуации будет развиваться? Ну, я вообще-то не представляю, чтобы пошла худшая ситуация. Я думаю, что очень это коснется молодых художников, которые, потому что, например, я регистрирован как это, ну, это маленькая предпринимательница. Да, я понял. Ну, самозанятое лицо, да? Да, да. Я делаю бухгалтер, шоу у меня есть, но когда я был молодым художником, это очень этот режим, который он помогал, потому что не так часто есть, ну, что продается, и не так часто есть какие-то заказы, и художник, и это очень помогало начать художничество, ну, практику свою, и развивать ее. Так что я думаю, что это бьет основным по молодым художникам, и, конечно, по другим тоже, не только художникам, я думаю, в этом смысле это и писатели, и композиторы, и, да, это... Ну, я очень надеюсь, что прислушается, и мы были на заседании, где реферировал представитель, это как это, Лабхла и бесс-министр, это... Да, министр благосостояния, да. Благосостояние, да. И что я услышал, что, например, в прошлом году было 32 тысячи людей, которые делали этот авторский договор и получали эти деньги в этом плане. И только 2 тысячи по ихнему подсчету, или немножко больше за 2 тысячи, это получают правильно, по принципу. Остальные уже какие-то люди, которые просто умудрились, которые работают с дровосеком и делают как договор, что рубят эти дрова как автор. В принципе, все это можно сделать, наверное, ну, кто это пойдет проверять. Я думаю, что, во-первых, государство, если оно хочет и ей нужно поддерживать эти процессы, нужно разделить те, кто правильно, ну, может эти договоры делать, и те, кому нельзя это делать. Это же других же тоже можно так все законы испортить, если кто-то их, ну, неправильно пользуется этими, да. Нам же не запрещают ездить по улицам, потому что кто-то скорость преувеличивает, да. Все-таки ловят того, кто ехал побольше и разрешают всем ездить. А этот такой принцип, что вот не получается как-то кто-то там выходит через эту дверь, слишком много ходят и все, замуруем эту дверь. Это, ну, это неправильно, я думаю. А скажите, вот, ну, вы выступаете за поддержку авторов, с другой стороны, вот, авторское право, вот, сама идея стены, ее разрушение, это все сразу вспоминают The Wall, Pink Floyd. Вот вообще, как, где вот эти границы авторства, потому что очень многие говорят, вот, где эта граница заимствования, потому что ведь каждый художник, он творит, ну, стоя, как была красивая фраза, я стоял на плечах гигантов, сказал, ну, правда, ученые, но я думаю, что каждый художник может тоже сказать, что без того, чтобы ты ходил, видел работы других художников, ты не можешь сам состояться как художник, а вот где эта тонкая грань между, ну, как сказать, плагиатом и вот вдохновением заимствования? Ну, это, это, я думаю, что это в основном совесть, совесть самого художника, потому что, конечно, как вы хорошо сказали, я стоял на плечах гигантов, и так все мы, все мы так, когда мы учимся, мы копируем Микеланджело или, или друг, ну, мы и по форме, и по смыслу смотрим, это, учиться, это очень много, сначала ты копируешь, а потом стараешься от этого все это забыть, найти себя, и делать что-то, что ты создаешь, потому что это твоя какая-то пламя, или как это сказать, и, конечно, какие-то образы, какие-то фундаментальные и по смыслу, и по форме вещи, наверное, залегают вот в тебя, и ты творишь на этой почве, это, это нормально, и то, что художник может сделать что-то, что-то похожее, не зная этого, это тоже случается, и есть художники, которые осознательно пользуются какими-то современные художники, которые, например, концептуально делают фотографии, из фотографий какого-то художника, и это концепт того, что ты фотографировал, сфотографировал из фотографии другого художника, это тоже какое-то концептуальное решение, и это уже, знаете, современное искусство, оно очень, ну, практически сказать, что очень комплектное дело, и много там уже не в форме, и не то, что ты видишь, а какие-то концепты, идеи, которые лежат уже в голове смотрящего, и это это все, да, современное искусство очень непростое дело, и в этом контексте я думаю, что, конечно, художник, если ему кажется, что, ну, не кажется, я знаю художников, которые, они говорят, вот, я вижу, что кто-то делает на тишертах, на этих, как это, что надевает человек на себя, как это я забыл по-русски. Ну, одежда? да, какой-то принт из картины художника, где-то в Америке, делает, кто-то нашел в интернете и делает эти принты. Конечно, ты можешь как-то проверять, остановить, написать ему, что, пожалуйста, так не делайте, кто-то это, на какой-то платформе это продается, но это тоже в глобальном пространстве, это очень трудно словить. У нас бывало, что какой-то студент делает в Академии, очень трудно все журналы просмотреть, сейчас очень хорошо может, вы знаете, Pinterest есть, который ты сделал фотографию и поставил поиск и нашел сразу что-то похожее. И очень легко найти плагиаты в таком... А вам, как профессору, приходится действительно искать этот плагиат? Часто ли студенты плагиатируют, они сами придумывают, и как вы тогда поступаете, если вы ловите студента за руку? Ну, обычно это разговор, потому что трудно сказать, конечно, он это стянул и сделал как плагиат, или что-то вошло и в голову тоже, есть же какие-то основные принципы, на каких ты делаешь работы, и можно конечно тоже ну не зная того, что ты это делаешь, да? Ну, это разговор, потому что я думаю, что они и в таком, если даже ты делаешь какую-то копию плагиатскую, и кто-то тебя за руку поймал, это тоже он учится, я думаю, тому, что вот так нельзя и это этические стороны этого и чисто может быть сегодня ему сказали только вот заметили и ты пожалуйста, а если он будет уже художник с карьерой, тогда может и всю карьеру разрушить. Это очень все-таки для художника очень важное дело, чтобы он следил за тем, чтобы ему это во всяком случае да, ну всегда можно что-то случиться, когда ты сделал что-то, что уже кто-то сделал, но может быть это не ну я думаю, что это чисто если ты сам чист и сам знаешь, что это твоя идея просто летает не только в искусстве и в музыке да, но в науке да, в науке тоже есть ученые, которые выходят практически в одновременно с какими-то идеями, что вот такой это поворот в каком-то мышлении и это нормально, главное, чтобы ты сам знал, что ты не 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 украл это твоя идея и пришла в голову ну кому-то еще. Ну в музыке тоже так бывает и были случаи, когда были просто непреднамеренные говорили плагиат, просто человек мог услышать где-то фоном мелодию, которая потом ему кажется, что это его или наоборот вот какие-то мелодии просто совпадают, когда люди чуть ли не придумывают одинаковые мелодии, то есть это распространенные. А скажите, роль искусства сегодня, может ли оно изменить мир? Говоря даже опять про вашу акцию, что вы не просто вышли с плакатами, а это была какая-то художественная акция, раньше больше может быть было влияние искусства на умы людей или меньше? Ну думаю, что в наши дни искусство оно очень распространяется намного в обществе. Я думаю, что многие процессы визуальные, которые сейчас ты сделаешь, знаете, есть такая, что последнее, когда общество, человечество делает картинки образы визуальные за 5 минут, я уже забыл эту статистику точную, но за 5 минут в наши дни создаются столько же образов, сколько за первые там 10 тысяч лет человечества. То есть мы как человек, как создание, да, оно создает так много визуальных образов в наши дни, которые циркулируют. И очень часто же в каком-то инстаграме какая-то девочка делает прекрасную какую-то композицию, даже, может, не осозная это, но это циркулирует, это обогащает это наше воспринятие мира, но это и как бы ну делает его немножко, ну, если ты много-много каких-то кушаешь, каких-то много как это острых приправ каких-то. Острых, да, острых ощущений, и она все-таки немножко придавливает общий фон. Человек уже труднее ему услышать в этой массе звуков, у него потруднее услышать какие-то свои звуки, я думаю. И это может быть ну, но то, что человек воспринимает мир мифологически и очень важно, я думаю, разные образы, которые ему подносят или какие-то конструкции мира, которые ему дают осознание себя, ну, искусство, музыка, какие-то абстрактные образы. Это очень важно, я думаю, для человека, для того состояния, как он живет, как он не выживает, а как он полноценно и проходит через жизнь, я думаю, что это очень важная часть мира. Но вот вы как художник, как творец, мы каждый день проходим мимо вашей скульптуры врача, вот медики миру возле художественного музея рядом с радио, вот тем не менее вы тоже идете, ну, вот пошли в политику вместе с от Истыбайпар. Вот чем объяснить то, что художник всегда считается немножко такой, ну, как бы человек особенный, который может быть не прагматичный, а политик всегда считается все-таки человеком очень прагматичным. Вот может ли художник быть политиком, учитывая такие разницы вроде бы в менталитете? Ну, я был бы не согласен на то, что политики очень рациональные люди, очень много нерациональности в политике. Если бы были рациональные, то не было таких бы войн, которые люди пережили и даже сейчас переживают. Это очень нерационально, я думаю, и ну, в этом смысле. Ну, я как художник очень тоже думаю не только о каких-то ценностях, которые состоятся в человеке, но и мне очень важно какие-то коммуникации, какие-то образы, которые занимают общество, общественный разум. есть такой термин? Да, общественный разум, да. Да. и это занимает меня как художника, это занимает меня как человека, который думает о том, как общество как-то воспринимает, как оно, как люди между собой решают какие-то важные вопросы, какие-то важные темы. Я думаю, что, конечно, очень важно для людей решать такие вопросы, как там построить дороги правильно или как не знаю, даже разные логистические ситуации решать, но тоже очень важно в обществе поддерживать это осознание того, что мы как люди, как общество должны относиться друг к другу с пониманием. И это тоже часть политики, как мы решаем какие-то проблемы в наших отношениях. и это может быть есть государства, у которых есть министерство частью, это как называется по-русски, да? Еще раз, министерство какое? Министерство по счастью. А, ну это да, есть такое министерство, но не у нас, к сожалению. Ну у нас нету, да, у нас нету. Ну в принципе, конечно, это какой-то аспект такой рациональный, но с тем же все-таки это и какая-то рациональность в этом есть, потому что люди из того, что у него есть материальные ценности в жизни, это еще не решает того, что человек будет счастливый, будет, это очень такое комплектное решение. Конечно, это очень важно быть состоявшимся в экономическом плане, но очень важно тоже быть состоявшимся и оценить то, что ты такой, то, что твое общество такое и развивать эти грани своего идентифика, это тоже очень важно. Но продолжите вы, да, простите, я хотел узнать, продолжите ли вы дальше заниматься политикой? Я думаю, что каждый человек в том или ином объеме занимается политикой, если он в политике, или он в активной политике, я думаю, он тоже, то есть в партии состоит, или за него кто-то голосует, это, и когда я был, не был в партии, не был, я тоже чувствовал себя как часть политики, я как художник делал какие-то инсталляции или работы свои, которые были коммуникацией о том, как мы относимся как общество к каким-то вещам, и я как я и был, и буду в таком смысле. А скажите, вот вам не кажется, что сейчас нарушена коммуникация, мне кажется, между политиками и обществом, и, ну вот, многие люди просто не знают, за кого голосовать на выборах, потому что, ну вот, это и нет коммуникации между политической элитой, скажем, и обществом, которое тоже вот расслаивается и все-таки усиливается у нас, многие говорят, усиливается вот это положение богатых и бедных, вот это расслоение продолжается. Ну, это, я думаю, что если политики не связаны с обществом, то за них просто не поголосует никто. Если посмотреть насчет Вену, вот ибо у нас довольно нормально работают и много здесь не так, что, ну, рационально работают люди, да, но все-таки они, ну, не очень получили голосов со всеми. Я думаю, что единственная или главная проблема, что они отошли коммуникации с обществом, они немножко стали, ну, такими, как бы, технократами, то есть нету того, что человек ощущает, что он связан с этой частью политики. И тогда, конечно, это получается, что очень часто выбегают какие-то популисты и только это есть коммуникация и ничего, может, даже другого. И тогда, ну, люди тянутся к огню. И что там сказать, если не греет эта холодная технократия, то, ну, надо как-то совмещать и рациональность и этот какой-то теплоту, я думаю. Тут пришел вопрос, связанный, ну, очень понятно, с современным искусством, и спрашивают, я понимаю, что все-таки современное искусство, оно становится, ну, на взгляд задающего вопрос, очень коммерческим, и все-таки люди пытаются прежде всего продать свои картины, и вот я от себя бы добавил, что вот мне кажется, что Дэмиан Херст, вот, например, как пример такого все-таки более коммерциализированного, который, мне кажется, все-таки пытается, вот, ну, как можно больше заработать денег на своем искусстве, вот эта часть, вот, вам кажется, ну, правильной, или все-таки художник должен слушать прежде всего себя, а не то, что хочет публика, но вот работается ради того, чтобы понравиться, угодить публике? Ну, конечно, должен слушать себя, но я насчет коммерции, я вообще-то не знаю, это очень, если человек хочет заработать денег, ему есть, это очень рискованное дело, и этот сам Херст, который сделал, у него была четыре года назад, мне кажется, в Венециенской биеннале большая-большая выставка, которую он делал в этот музей Пинто, и критики очень его недолюбили, эту выставку критиковали, мне она нравилась, она была очень ироничной, и очень как бы подталкивала, или как это давала пинки нашему обществу, и тоже этому, как это создаются ценности в обществе, да, и я не знаю, как у него получилось ли продать это, это, я не знаю, я не знаю, я думаю, что художник должен слушать себя, и не должен тоже как бы бояться того, что он будет продаваться, это тоже, потому что я думаю, что это есть, я знаю, художники, которые как огня боятся, что их будет коммерцией, потому что им кажется, что они потеряют какую-то часть своего искусства, но это же неправильно, это если, ну как, если ты делаешь то, что ты любишь, за то, что ты как бы, горишь, и это кто-то хочет купить, это же прекрасно тоже. Спасибо огромное, профессор Айгарс Бикши, скульптор, художник, сегодня с нами был на прямой связи, спасибо вам большое, господин Бикши, за очень интересную беседу, и до новых встреч, до свидания. До свидания, спасибо.